Я приветствую вас на канале Аленин сад и сегодня хочу рассказать об урожае азимового лука. Сегодня, 12 июля, я убрала лук, потому что он уже готов, на мой взгляд, к уборке. Хотя листва еще зеленые, но дожди, регулярнейшие дожди в перспективе, они могут испортить весь этот урожай, поэтому я собрала. Шейка у лука уже мягкая, листья полегли, поэтому дальше уже его держать на грядке я не вижу никакого смысла. Итак, это лук сорта Радар. Азимый лук, я его высаживала где-то в конце октября в прошлом году. В этом году ничего я с ним не делала, абсолютно ничего, весь его период роста взошел весной и сейчас вот он вырос. Разница только лишь между вот этой кучкой и вот этой кучкой в том, что это на высокой грядке у меня рос лук, а это на обычной грядке. Обычная грядка, которая была с осени замульчирована травой. Видна незначительная разница в размерах. Тот, который на высокой грядке, он более крупный. Но, честно сказать, я думала, что будет значительная разница. Потому что предыдущие два года я сажала лук в сеянку весной. И у меня совершенно ничего не получалось. У меня есть статья в блоге, горе луковое называется, где я рассказываю о прошлогоднем урожае моего лука. Пироноспороз полностью уничтожал весь этот урожай. И максимум, какие вырастали луковицы, вот такие вот. Ну, такие, конечно, есть можно, но не очень интересно. И поэтому я посадила на высокую грядку, где предполагала, что будет более сухая почва. И, соответственно, лук не заболеет. И просто на землю, думаю о том, что он точно заболеет и погибнет. Но нет. И там, и там лук вырос, вырос достаточно крупный, без какого-либо ухода. Я вам вот честно говорю, ничего с этим луком я не делала. Я его не поливала, я его не полола, потому что, ну, в таких условиях он у меня рос, где сорняков уже нет. И вот такие вот я получила результаты замечательные. Обязательно пробуйте, экспериментируйте. Вот мой прошлогодний эксперимент с посадкой азимового лука оказался вот таким вот удачным. Покупала я семки около 300 грамм в прошлом году. Ну, съели мы из этого лука уже где-то я две луковицы я выдергивала. Дома я попытаюсь взвесить этот лук и напишу на экране, сколько в итоге получилось в граммах этого лука и какая луковица сколько весит. Но это если у меня получится, конечно. Хороших весов у меня дома нет. Ну, так вот, я вам желаю хорошего урожая лука. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok